Хэш, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки с вами будем играть в 60 секунд. Reatomized. И в данный момент, посмотрите, да, как я и говорил, интерактивное меню может удивить в данный момент. Посмотрите, да, всё изменилось. Из-за чего банки с супом. Это что у нас? Эта кнопка продолжит, да? Нифига себе. Нам продолжать ничего не надо. Нам продолжать ничего не надо, у нас новая игра. Подожди-ка. Это что там такое? Мне показалось, что там кто-то сидит. Думаю, мышь какая-то. Окей, прикольно. Новая игра, разумеется. Я вот не знаю, что выбрать. Скорее всего, опять-таки будем выбирать апокалипсис, полное атомное приключение, собери припасы и переживи, в общем-то, опять-таки, этот атомный взрыв. Так. Здесь рандом. Здесь апокалипсис. Я вот не знаю, как постараться. Давай выживание выберем, обычное. То есть здесь абсолютно рандом, здесь не нужно ничего собирать. Давай через вот такой вот способ будем играть. Потому что искать, собирать вещи, мне особо интересно. Почему? Потому что в основном, в основном, ты собираешь все равно не те вещи, которые нужны для определенных концовок. А так у тебя даются, посмотрите, здесь вообще все. Кроме еды. А, нет. Здесь вон целая коробка. Сколько еды? Шесть консервов, семь бутылок. Противогаза только не хватает, да? Противогаза и игральных карт, шахматы и прочие ерунды. То есть гармошка. Эх, громко. Что-то громковато. Ну ладно, смотрим. Все добрались до убежища, секунду до взрыва мы еле успели. Главное, что мы теперь вместе и живы. Забывайте, консервный суп очень полезен для здоровья. У нас много воды. Полон банок супа к шкафу. Это самое переполненное припасами убежища, которые мы только видели. Согласен. Так, ну у нас здесь больше ничего нету. Смотрим, очень легко держать себя в руках в такой ситуации. Надеемся, мы сможем сохранить внутреннее спокойствие. Или нам придется жить по закону джунглей. Выживая сильнейший. Ну окей, будем стараться выжить. Будем стараться выжить. У нас есть ружье, но нет патронов. Ноф. Мы изо всех сил пытаемся сохранять спокойствие. Мы находились в необычной ситуации. Возможно, нам никогда не удастся привыкнуть к жизни на убежище. Надеемся, что помощь уже в пути утром выдалась спокойным. Так что это в порядке. Ну все в порядке, все хорошо. Здесь готовим экспедицию. Там вроде бы никто есть не хочет. Даже смотреть не хочу. Подожди, мне сказали, что можно нажать вот так вот. Ага. Так не. А, не-не-не. Видимо, можно наводить. Да, теперь можно наводить. Короче, можно так навести на голову, оказывается. А я все время, видишь, сворачивал. Окей, будем пробовать так делать. Если бы только мы могли покинуть это место. Сидеть здесь и ничего не делать. Просто сводит нас с ума. Говорят, семейка. Не знаю, кто из семейки, кстати, говорит. Конечно, вот это. Это же его дневник? Или это наш дневник? От их семьи. Короче, у нас есть опор. Стопором мы пойдем сейчас на вылазку. Надеемся, что скоро придет время, когда мы сможем покинуть это место. Но где же вода? Когда Тед так сильно не нуждается. Долорус просто хочет немного воды. Да, жажда. 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 Всех пою, кроме Теда. Тед идет у нас в экспедиции. С топором. Пускай, если хочет пить, найдет воды там. Пускай ищет воду. Чувак, хочешь пить сильно? Пей. У них нет обезвоживания, но я их сразу напоил. Зря, на самом деле, скорее всего. Наряжение топор. Время раздавать припасы. Но никто ничего не хочет. Отлично. Так, нам показалось, будто что-то пристально смотрит на нас из-за угла. Мы думаем, что это крыса. По крайней мере, выглядит как крыса, у которой нет проблем с пропитанием. Мы должны что-то с ней сделать. Пока ничего. Давай об ружье. Это вроде щенок будет. Ну, мы же не можем его застрелить, правильно? Как мы его застрелим, если у нас нет патронов? Что бы это ни было, оно мертво. Видимо, это был не щенок. Окей. Окей, понял вас? Это был не щенок. Не думайте, что это был щенок. Не знаю, как они убили ружьем без патронов. Но они, видимо, могут. Не очень многое можно сделать сидя в бункере, но что-то можно сделать уж точно. Разбирать, собирать. Вишней карт, ни шахмат нету. Я хочу все-таки хоть раз в жизни закончить военной концовкой. Поэтому ружье используем. Оно мне не понадобится, если мы военной концовкой будем заканчивать. Сломали они его, интересно? Не, не сломали. Все нормально. Там шанс, я так понимаю, какой-то есть на полом. Каждый человек от природы охотник. Мы пошли проверить, можно ли построить что-то стоящее и встретили симпатичного молодого человека. Неудивительно, что мы начали кричать и размахивать перед ним оружием. Кажется, он не понял этого универсального мирного жеста и убежал, не сказав ни слова. Но зато потерял две банки супа. Мирный жест просто. А-а-а, с оружием бежишь на него. Ой, господи. Так, ну что у вас там? Жажда, жажда, жажда. Ну, жажда так, жажда. Ничего не буду делать. Один из шкафов в нашем убежище слегка шатался, и мы передвинули его в другое место. Оказывается, за ним была тайная дверь. Интересно, куда она ведет? Давайте посмотрим. С помощью ружья буду все делать, потому что вроде бы нам оно не сильно нужно. Потому что если мы по военной концовке будем стараться делать, нам рано или поздно все равно от него нужно будет избавиться, потому что нас попросят об этом. Плюс две воды. Что нужно делать первым делом, когда открываешь дверь, ведущую неизвестно куда? Стрелять! Пиф-паф! Наши пули пробили стену. И угадайте, что еще? Водопроводные трубы. Нам удалось наполнить несколько бутылок водой, которая вытекла из пробитых пулей без труб. Классные пули у вас, которых нет. Потому что патронов у нас нема. Обманка такая, да? Видишь, как удобно, оказывается, использовать. А если бы использовал фонарик, ничего бы не получилось как раз таки. Так, ну что у вас там? Жажда? Обезвоживание? О май! Кормить не буду. Ждем голодания. Ничто не раздражает, так как тишина, а именно ее вещают по радио. Ни музыки, ни разговоров, ничего. Может, можем ли мы что-нибудь сделать с нашим радио? Просто сидеть и смотреть на него вряд ли поможет. Сейчас сломают радио. Давайте, да, конечно. Это плохо, если сломают. Блин! Да вы прикалываетесь! Очень плохо. Да кому вообще нужно радио, да? Всем! Особенно мне, чтобы спастись с помощью этих. С помощью военных. Так, как раз мы рассуждали, как внести разнообразие в наш рацион, стоящий исключительно из консервированного супа. Мы вдруг услышали стук в дверь, как оказалось, к нам стучалась группа выживших, которая находилась в достаточно плачевом состоянии. Только что хотели попросить немного воды, еды или хотя бы кусок чистого бинта и любых раненых, любых медикаментов для раненых. Блин, давай пробуем... Я не знаю, медикаменты я сейчас... Не, им любую, мне кажется, можно отдать. То же самое произойдет. Поэтому я даже пробовать не буду. Тед, я... О, молодец! Только вспомнил говно, вот и оно, да? Ой, блин! Сейчас бы потратил медикаменты и получилась бы беда полная. Минус 1 вода. У наших гостей не было слов, чтобы выразить благодарность. Понятно. Так, плюс 3 воды он нашел. И минус топор, к сожалению. Разумеется, перебинтовываем мушопу и смотрим, что да как. Голод, голодание, голод, усталость болеет. Ну все, нормально. Готовим в экспедицию. У нас пойдет тот, кто поел сегодня. А поел у нас сегодня один человек. Поэтому мы знаем, кого отправить. Откуда взялась эта зеленая лужа? Капец, с трубы течет зеленая слизь. Это не судит ничего хорошего. Мы должны как-то от нее избавиться. Ну, конечно, никто не прихватил с собой швабру, да? И что будем делать? Чемодан? А что я еще могу придумать? Чемодан самый классный же, наверное. Спасли. Спасли. Теда. Чемодан у нас испортил. Все окей. Зато нам не придется страдать от ужасной войны, как видишь, да? Все супер. Теда вылечили. Что я делаю? Не то. Голодание. 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 Все супер. Отправляем, получается, Мэри Джейн. Поход. А с чем мы ее отправляем? С оружием. А, можно воду с собой взять? Офигеть. Раньше нельзя, кстати, было. Ни воду, ни еду с собой брать нельзя было. Ну, слушай, давай тогда я отправлю ее с водой. Потому что я такого не видел еще. Я еще такого не видел. Первый раз вижу, чтобы можно было отправить человека с едой, либо с водой. Может быть, это даст какую-нибудь новую концовку? А вдруг? А вдруг? Ты это совсем раскис? Так. Снаряжение, вода. Долорус дальше не протянет без воды. И Долорус должна что-нибудь съесть. А что у тебя? У тебя голод и безвоживание. Есть, может, не есть пока что. Обезвоживание. Этот что? Обезвоживание. И голод, да? Да, и голод просто. Так, ладно. Мы подумали, что открытие свой театр прекрасная идея. Мы назвали его наш дурдом. Мы провели остаток дня, пытаясь написать сценарий. Чуть было не поссорились. Поэтому мы решили найти занятие попроще. Нам нужно аптечку искать. Надеюсь, что Мэри Джейн у нас умненькая девочка. И все-таки найдет что-нибудь интересное. Помимо того, что еще найдет аптечку. Потому что аптечка сейчас очень важна. Мы играли в правда или действие? Как выяснилось, самым частым вопросом был. Собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме томатного супа? На этом мы решили закончить игру. Отличная игра. Так, голодание. Ну, у одного тима голодание, бедняга. Радио не работает. Это очень важно было сейчас. На самом деле, не надо было тогда его использовать, получается. Кто-то звонит. Это опять из того города Куриева-Кукуева, да? Главное, что нам нужно было сделать, это послушать радио. Чтобы не пропустить экстренные сообщения, которые могут передавать. Да, это самое главное. В тот момент, когда оно сломано. Так, ну что получается, здесь все правильно. Кто уже пойдет у нас наружу, чтобы послушать телефон? Тимми, конечно. Рискуем Тимми и Мэри Джейн. Я так понимаю, если мы ими рискуем, у них меньше шансов сделать что-то правильно. Хорошо, да? Так как они дети. Когда он подняет трубку, мы услышали вздох, облегчение по другой стороне. Ну, понятно. Хилвелли опять звонит, но потом они сбросили. Что у нас здесь? Жажда. Здесь у нас жажда, голод. Здесь голодание. А, жажда, да, обычно. Обезвоживания у него пока что нет. Кстати, у нас довольно-таки много еды, как ни странно. Кажется, у пауков создавалось впечатление, что они имеют такие же права на убежище, как и мы. Они везде и совсем нас не боятся. Пора что-то с этим делать. Нет, нам не нравится суп с пауками. Спасибо большое. Вот пауки, ребята, это плохо. То есть, если бы сейчас у нас Мэри Джейн здесь была, мы бы пауками воспользовались и превратили бы, скорее всего, получается, Мэри Джейн в монстры. А если бы мы это сделали, это было бы очень сильно. Ну, к сожалению, не сделаем. Я тратить не хочу. А вот эту штуку можно... Использовать не много раз. Плюс еда. Правильная ктика может решить все жизненные проблемы. Даже поможет избавиться от хищных пауков. Парочка точных ударов, и все пауки уже знают, что такое геноцид. К тому же, во время охоты мы нашли завалявшуюся банку супа. Охота прошла на славу. Отличная охота. Это прям как на мамонта пошли. Только с мамонта ты получаешь мясо, а с пауков ты ничего не получил. Но лежала банка супа все-таки, да? Банка супа... Чего она вообще там делала рядом с пауками? Так, ладно, кормим, поим всех, кому нужно. Мы сидели и наслажались неповторимыми регрессивными видами. И как вдруг заметили женщину в потрепанном камуфляжной форме. У нее было утрашающее видооружие. Но она откликнула нас дружелюбно. Женщина сказала, что охотится на громадного паука... Паука-мутанта? Блин, подруга, хочу дать тебе патронов. Нету. Очень бы хотел, честно. Что-то Мария Женя возвращается. Воду у нее отобрали, наверное. Вооруженный человек, живущий за счет убийств. Гигантские пауки-мутанты в наших окрестностях. Мы не хотим вместе с этим ничего общего. Прощайте, барышня. На самом деле, хотел бы ей помочь, потому что я первый раз вижу такую фигню. Так, хорошо. Обезвоживание. Обезвоживание. И нормально. У нас проблемы. К нашему убежищу движется группа людей, и они не выглядят, как миленькие путешественники, случайно проходящие мимо нас. А скорее, как люди, жаждущие нашей крови или наших консервов. Точно, консервов. Наступили ужасные времена для человечества, когда консервированный суп превращает людей в монстров. В нашем случае, нам нужно защитить себя. Ну, давай ружье. Ружье это лучший вариант. Замок мы пока что не тратим. Не знаю, где Мария Женя, уже 20 дней она не появляется. Нигде. Кто-то стучится. Минус ружье. Пару выстрелов было достаточно, чтобы обратить этих трусов в бегство, но нам не дает покоя один вопрос. Что будет, когда у нас не будет патронов, или наше ружье сломается? У вас и так их не было. Мы надеемся, что такого не случится, иначе нам придется защищать при помощи ножей и вилок. Где вы их только возьмете, у вас же нет такого. Голод. 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 Тук-тук-тук, этот звук нас всегда удивляет и беспокоит. Это может быть что угодно, плохое и хорошее, но нам всегда интересно. Открывать? Да. Да, открывать. Пришла Мария Женя, неужели? Просто неужели? Заболела. И аптечку принесла. И Теда заразили. Говно! Дерьмо собачий. Открыл люк, и оказалось, что это была не очень хорошая идея. Кажется, мы подхватили какое-то ужасное боление. Этот кашель просто сводит с ума. Ничто не могло сделать это счастливо, чем возвращение Мэри Джейн. Шум в нашем районе не предотвращал ничего хорошего, но мы решили пойти на его источник и заметили бригаду собирателей припасов. Мы любезно помогли им избавиться от одного из рюкзаков. Уверены, что они не заметили пропажи. Вот, потвортило. Внутри было немного банок супа, плюс один, плюс аптечка. Очень мало она собирала, очень мало. Спасают Теда. Почему? Потому что он важнее, мне кажется. Мэри Джейн. Не знаю, мне кажется, она может вылечиться, если мы дадим ей немножко пауков. Если вы понимаете, о чем я. То, что мы ее все-таки... Я хочу превратить мутанта, не получается. Я не помню как. Тим исходит с ума от скуки и не отходит от отца ни один шаг. Сначала ему хотелось поиграть в салочки, потом в прятки, чтобы в таком маленьком убежище было бы трудновато. Тед в плохом настроении не хочет, чтобы его доставали. Как насчет игры в пантомимы? Ну давай, что? Тед не только в плохом настроении, он еще и болеет, если вы не заметили. Мы его сейчас вылечили. Смотри, какой он. Какое у него классное выражение лица. Так, игра не удалась. Вот этой теме спокойно придумывали загадки, а спустя мгновение уже кричат. Обвиняют друг друга в жульничестве. Как в этой игре вообще можно жульничать? Долорес не ел некоторое время, понятно. С этим все ясно. Ясно. Смотрим, кто у нас еще. Жажда, голод. Жажда, голод. Голодание, обезвоживание. Голодание, жажда. Ладно, эту поим и кормим. Этого поим и кормим. Кто у нас пойдет в экспедицию? В экспедицию у нас пойдет Тимми. С Тимми пойдет у нас знаешь с чем? Я сам пока что не знаю. Но видимо с банкой воды. С банкой воды, как у нас пошла Мэри Джейн. Надеюсь, Тимми вернется и не сильно обижается на то, что мы с ним кричали вместе с Тэдом. Так, здесь ничего интересного. Тимми вышел в пустошь. Голод. Обезвоживание. Вот так вот делаем. Мы не можем послушать радио, потому что они его сломали. Гады. Просто гады. Так, меньше знаешь крепче спишь. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности. И она не помешает. Ясно. Голод. Голодание. Здесь в принципе все более-менее. Здесь все еще нельзя. Все еще нельзя использовать радио. Почините его, пожалуйста. У вас есть этот журнал. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренные сообщения. Это самое главное. Я согласен. Пожалуйста, почините его, чтобы это главное можно было превратить в реальность. Скажем. Потому что в данный момент мы не можем ничего с этим сделать. Вы можете только об этом говорить и все. Сегодня мы нашли письмо, написанное другими выжившими. И они утверждают, что у них добрые намерения. Видимо, Реджейн, ты и так уже наполовину в могиле. Что нам еще остается? Смотри, как она обросла после этого похода. Поход, видимо, был долгим. Встреча была организована близнецами. Брата и сестры, которые взяли себе за цель найти среди руин города всех порядочных и вызывающих доверие людей, их намерения показались нам искренним. И мы с удовольствием встретились с ними снова. Встретимся. Они сказали, что знают, где искать нас и что свяжутся с нами, когда им понадобится помощь. А Вита тоже в одной ногой в могиле. Так, обезвонил. Слишком много жрет, слишком много пьет. Не знаю, что с ним не так. Офигел совсем. И с ней то же самое. Оборзели. К нам на огонек длину неряшливый торговец, потрепанный сумкой на плечом, предложил заключить простую разовую сделку. Моему банку супа нет. Не-не-не-не-не. Котейку. Я люблю котейку брать, но я не хочу концовку с котейкой. Не хочу, потому что мы в прошлый раз ее делали. А это, разумеется, уже говорит нам о том, что не стоит даже брать кота в мешке. Бабушка и дедушка учили нас не покупать кота в мешке. Все верно. Мы решили прислушиваться к их совету. И в этот раз времена дворовых распродаж давно канули в лету. Уж как-нибудь туда обойдемся без хлама из этого загадочного мешка. Окей. Что у вас там? Господи ты, боже мой. Обезвоживание у нее. Тимми. Надеюсь, в следующий день он придет. Вчера во время игры в Шарадо казалось, что Мэри Джейн не знает, как писать слово. Ну, блин. Не знает и не знает, в принципе, да? Ну, не знает и не знает. В прошлый раз я нажал «Да». Вроде бы там тоже негативный эффект имелся. Да, кстати, Тимми пришел. Болеет по-любому, да? Нет, не заболел. Супер. Я не знаю, что он принес. Ничего не нарисовано. Даже вообще ничего не появилось. Из нового. Мэри Джейн закатила истерику, доказывая, что даже если они с Тимми оба станут президентами, получат Панобелевская премия и будут первыми людьми, спустившись на Луну, Долорес все равно останется недовольным. Долорес возразила. Она ответила, что при такой раскладе все таки будет. Путка немного, но счастлива. А! Все таки будет немного счастлива. Вот что имеется в виду. Окей, мы так боялись за Тимми, что думали, что он не вернется. Расстояние от нашего дома до морского порта довольно-таки большое, но мы знаем, что там находится хорошо оборудованный склад. Он уцелел после взрыва, хотя морские волны смыли большую его часть. Нифига себе, он патроны нашел и очень много супа. Вот суп это, конечно, круто. Нам кажется, что кто-то следовал за нами все это время. Окей, плохо. Последний экспедитор заставил нас задуматься. Что если нам взять и уехать подальше от этого кошмара? Конечно, большая часть автомобиля сгорела дотла, но если мы найдем хороший прочный корпус и все нужные детали, то, может быть, сумеем собрать собственную машину. В следующий раз надо будет что-то еще сделать. Окей. Понятно все. Все, Тимми, хочешь кушать-то? Ну, кушать хочет, но не сильно. Вот она все сильно хочет. Слишком много, слишком много ешь. Вроде не толстеет, но ест очень много. Так, окей. Во имя свободы откройте, услышали мы крик снаружи. Мы не были уверены, что это за представитель свободы, но нам показалось, что их несколько, и они вооружены. Давай попробуем открыть. Это, скорее всего, опять-таки, брат и сестра, близнецы просит помощи. Но могут быть и не они. Такое тоже бывает. О! Плюс оружие. Вот это я понимаю. Открыв дверь, мы увидели группу вооруженных подростков, видимо, еще школьников. Впреки нашим ожиданиям, они были настроены дружелюбно и спросили, не видели ли мы красных. Мы не могли им ничем помочь, когда они узнали, что у нас нет оружия, а не то оставили нам ружье. Как было с их стороны? Мы спросили, кто они, и они ответили, росомахи. Ну, такие вот дела. Вот те и росомахи. Так, ну что делать-то будем? Готовим к экспедиции вот сюда вот. Кого только? Тимми опять. Ээ, Тимми, Тимми. Так не хочется тебя отправлять, потому что, блин, кажется, сейчас все очень плохо. Так, накормим его перед походом. И ее накормлю. И все. А, я его не могу в экспедицию отправить-то. Тогда Долорес идет. Нет, у нас стенд переболел, я думаю, что он еще раз болеть не собирается. Даем ему ружье. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что он не собирается болеть. Действительности собирается он или нет, я не знаю. На самом деле, Долорес потрепанный выглядит. Истощение. Блин, у тебя только что было все нормально. Ну ты что? Теперь кормить ее придется, да, наверное. Постоянно. Так, у них что? Этому то и то? Ой, это истощение. Да ты офигела. Совсем офигели. Не существует подходящего времени, чтобы шататься по зараженной радиацией пустоши. Но кажется, в этом новом мире других вариантов нет. Мы подумали, что чем раньше мы это сделаем, тем лучше. И запланировали небольшую вылазку. Не успели мы сделать те двух шагов. Какое-то неизвестное существо зарычало нас в темноте. Собака. Собака, 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 собака. Да! Нашли ее. Супер, супер, супер. А где она? Мы должны ее накормить, чтобы она пришла, да, вроде бы. Мы решили посмотреть, что это было, и посоветили фонариком. Угадайте, что мы увидели. Собаку, бедное животное выглядело очень сбучено. Мы выпустили его к себе на ночь. На следующее утро мы выпустили собаку наружу, и она до сих пор не вернулась. Надеемся, что скоро придет. Такие дела Истощение болеет Усталость, голод и истощение, голод Говнюха Но ее пока кормить все равно не буду Нету у нас, нету радио, нету, нету Хватит меня просить радио Кто там, кто там Собака, это ты стучишь Так, главное, что нам нужно делать, это слушать радио Ага, супер, спасибо Спасибо за информацию Хотя буду знать, что нам нужно делать Голод, истощение, усталость Тоже истощение, не знаю, почему у них истощение Вроде бы все едят У этой нету, голода, мне жаль Так, наш город всегда был дружелюбным И экстратичным, даже после падения бомбы Одним из известных человеков был старик Джим Который иногда проходил здесь похрамывая Как оказалось, он еще жив и бездомен Есть вещи, которые остаются неизменными Очевидно, что ему нас не хватает Так же, как и нам не хватает Вот уже несколько часов, он звучит дверь нашего убежища И спрашивает, хотим ли мы купить камень Давай купим камень Вот я не знаю, что это значит То есть, в прошлый раз я не сказал То есть, я наоборот, был против этого Против камня А сейчас что? Мы открыли дверь и улыбнули старику Он с большим энтузиазмом начал показывать нам свой богатый ассортимент камней И убежал, взяв один в подарок на память Мы согласились Выбрали самый красивый камень и попрощались Придуряться нам не к чему Это действительно хороший камень Джим сказал, что он принесет нам удачу Ну что ж, посмотрим Будем надеяться Это очень важно, нам удача сейчас пригодилась бы Так, обезвоживание голод у нее Ну, кормим и поим У нее жажда Ну, пофиг Выливаясь режимы нашего сакрального ведра Вблизи убежища, мы заметили наспех Нарисованную карту на одной из стен Кто-то нарисовал путь, обозначенный финиш крестиком Может, там спят какие-то запасы Это, скорее всего, ловушка, но Мэри Джейн сходит Ей больше нечего терять У нас есть камень Удача на нашей стороне Так, лол Плюс радио Воу Отличная находка, мы спаслись Мы опасались, что карта может быть приманкой Которая приведет нас прямо в лапы бандитов Но в конце пути мы нашли запасы Которые нам обязательно пригодятся Это точно Да это чертовски пригодятся На протяжении 30 дней мы не получали ни одного сообщения От властей От военных Обезвоживание голод Ну давай, поим, кормим ее Так, хорошо Че у нас здесь есть? Тревога, кто-то пытается разнести нашу дверь Кто бы Это кто-то Не один Нам нужно занять оборону В противном случае мы Уничтожимся Так, ладно Замок Я больше не вижу вариантов Ружье мы отдали Пацифист мне дали достижения Неплохо Неплохо Типа можно было постражаться, типа Мы не надеялись, что небольшой висячий замок сможет остановить в обителей На этот раз нам удалось сдать отпор бандитам У нас нет никаких гарантий, что они не вернутся Нас еще раз уничтожить Не понял ничего Тед немного сглупил и попал прямо в лапы грязных бандитов Ой, блин Это очень дерьмово, ребята Это очень дерьмово Истощение у нее У нее истощение У него голод Значит, ничего пока не надо делать Я надеюсь, собаку-то мне дадут Когда мы слышим стук в дверь И решаем, открыть ли У нас всегда поднимается давление К счастью, этот раз Это были не кровожадные грабители А наши друзья-близнецы Они просят топор Ну вот Какого черта? Какого черта у меня нет топора? День 33 Странно, что Мэри Джейн вообще такая стойкая И мы извинили за то, что Сегодня мы не можем ничем помочь Возможно, в скором времени мы Добудем топор Тогда с удовольствием присоединемся к стройке Но пока мы ничем не можем помочь Простите Что ты можешь сказать? Голод Истощение Ничего интересного Кто пойдет у нас В вылазку? Мэри Джейн Мэри Джейн, скорее всего, погибнет С чем она пойдет в вылазку? С банкой супа Я больше не знаю, что можно предложить Все остальное будет Нужно, скорее всего Мэри Джейн вышла наружу Плохо, 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 плохо Все Так Голод Жажда Жажда На наше мусорное ведро Уже смотреть противно Но с другой стороны Это даже хорошо С вечной испорченным аппетитом Мы экономим запас еды Несмотря на это Нам хочется сделать уборку Уборка с помощью книжки День 35 Радио, да, надо будет послушать Можешь сказать, что нам удалось Увернуться от пули Правда, в этот раз пуля была огромная Волосатая, с восьмию лапами И светящейся головой Надеемся, наши пути разошлись навсегда Это тот самый огромный паук На которого охотились Так, ну ладно Обезвоживание у нее Значит, пускай попьет У него голод обезвоживание Пускай попьет Наконец-таки послушаем радио Ура! 35 день Первый раз Первый раз Но у нас ничего нет То есть для того, чтобы спастись Нам нужен топор Нам нужны карты Нам нужен фонарик И нужна карта То есть Вот эти вот вещи основные Для того, чтобы спастись С военными Хорошие новости Власти объявили по радио Что собираются эвакуировать Уцелевших в наших окрестностях Диктор попросил всех слушателей Подождать еще чуть-чуть И ожидать дальнейших указаний Через пару дней Мы скоро выберемся отсюда Наверное Но это не точно Господи ты боже мой Давай гармошкой отпугивать А чем еще? У меня больше ничего нет Я непобедимый И мне дали достижение непобедимый Вот это да Уже сколько? Четыре атаки я, да? Пропустил Может таким образом Они опустили оружие И заплакали Изумленной красотой Нашей музыки Нас помиловали Но это только сегодня Окей Скоро ребят Будет конец Мы услышали собачий лай Все Песик 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 Есть? Есть? Пришел? Не понял Где песик? Сколько можно? Так Минус еда Минус через сорок Собака пришла в себя Черт его знает Из чего сделан этот суп Но честное слово Он обладает целительными свойствами Мы подумали Что собаке Нужна кличка И назвали Псоблинчик Отличная кличка В принципе такая же Как и в прошлой части Но все-таки Все-таки отлично Тимми Что это светится У тебя в кармане? О нет Муравьи мутанты Когда Долорус увидела их Жуткие маленькие Жвала У нее чуть не случился Сердечный приступ Она хочет От них избавиться Но Тимми говорит Что собирается построить Атомную муравьину ферму Один из них обязательно Добьет своего Но кто? Блин Ну здесь Долорус Должна добить своего Потому что Долорус Если умирает Все Мы поиграли Долорус У нас сейчас главное На ней все держится Мэри Джен умерла Тимми неохотно Согласился избавиться От насекомых Но выброшусь Из его кармана Они стали Ужасно агрессивными Один даже Укусил его за палец Надо будет Держаться от них подальше Вдруг Тимми мутирует И отрастет А От него подальше Надо было держаться Ну давай попьем Блин У меня 4 банки воды Мало Экспедиции больше никаких не будет Кто пойдет наружу Тимми конечно Пускай мутирует Превращается в муравья-мутанта Человек-муравей Ну видишь Вышел О противогаз В танке мы нашли Защитную одежду В том числе противогаз Теперь он принадлежит к нам Никаких экспедиций Слушаем Слушаем радио У нас сейчас нападут У меня нет возможности Для защиты То есть мне нужно Либо ружье Мне нужно либо Да короче Много всего нужно Для того чтобы защищаться А как же нам повезло Что мы взяли радио Мы можем послушать Немного музыки Наверное Наверное Можем послушать Немного музыки Видишь у нас Дождаться дальнейшие указания Разобыть топор Помочь близнецам Ни того ни того Мы и сделать не можем Так этих я покормил всех Экспедиции не будет Банды каких-то проходимцев Ломятся в нашу дверь Все еще будем играть На гармошке Я не знаю Поможет ли это Постоянно будет нас спасать Вроде спасло У нас гармошка сломалась Вот и все Что будет завтра Мы не знаем Решим сыграть Красивую грустную мелодию Которая смягчила бы Их сердца Мы сдали Душераздирающий скрип Налевчики выжившие Забежали Заткнув уши Однако Они все еще могут вернуться Блин Бедняги Да Заставляют их слушать Такую страшную музыку Нет Простите Нет топора Топора так и не появилась Экспедиция Не буду ходить Получается я проиграл Здесь в любом случае К сожалению У нас нет топора На древесину мы рубить Не можем Голыми руками Получается Я в любом случае Проигрываю Потому что здесь без шансов К нам на огонек Заглянул Неряшливый продавец С сумкой на плече Их там кот Ну то есть у нас Один совет Спастись через кота Хочу ли я Нет Я не хочу Кстати Через кота Можно через несколько Вариантов пройти Потому что Там у нас есть Ученый Безумный А есть Ну да Получается Две концовки У нас доступны Через кота Прикольно Бабушка с дедушкой Учили нас не покупать Кота в мешке Но это мы уже читали Что там с блинчиком Кто-то лает же Получается блинчик Так Это же Блинчик Наш друг вернулся Он немного неспокоен Все время лает и скачет Когда мы открыли дверь Он выбежал Тут же Вернулся И начал опять лаять Может мы должны Пойти за ним Конечно пойти Но больше ничего не остается Только с блинчиком Можем теперь дружить Только блинчик Ооо Мудрый Тури всегда берет с собой карту Мы всегда так считали Благодаря нашему Потрепанному Атласу Нам удалось взглянуть на развалины Которые остались от нашего города И вернуться домой А точнее в убежище Как раз на ужин Блинчик какое-то время Шел за нами Но не дойдя до бункера Исчез На обратном пути Мы свернули с дороги И нашли закрытую машину В которой были спрятаны Консервные банки Хорошо что мы Прочитали раздел Об автомобилях Руководстве Боискаута И сумели ее открыть Молодцы Все сделали как надо Кушать Ничего Так Никого отправлять не буду Арбия готовится к писательной миссии Как раз Какая карта нужна была Попробуем Попробуем Но мне кажется мы не спасемся Мне кажется мы не спасемся Здесь никак Здесь никак не спастись Мне кажется Посмотрев на карту Мы получили всю нужную информацию Мы оставили им сообщение в бутылке Где вы взяли бутылку В принципе да У вас много воды Поэтому логично Жажда голод Жажда голод В принципе пока что нормально Вы мне противогаз Я вам еду Не давай наоборот Я тебе противогаз Не наоборот Мы тебе еду А ты мне ружье К примеру Такое бывает А подожди Ну не не бывает Не бывает Жалко Мне еда не нужна Противогаз сейчас важнее Мне кажется Хотя куда я его буду использовать Если я не выхожу в вылазки Этот продавец был довольно дружелюбным Но у него не было ничего Чтобы нас заинтересовало Точку Воды нету Вода кончается Вода все таки кончается Вот и все Мы проиграли да Нас убивают Бэээнк Конец Ну никак не сделать ничего Воооо Головорезы пришли Ну чуваки Мы вам играли музыку Мы защищались с помощью ружья Мы защищались с помощью замка Почему Почему так Да достали-то нас Козлы блин Ну все таки мы как-то Вещи все таки прошли До сюда Я хотел блинчика увидеть Я подумал Мало ли будет концовка с блинчиком Ничего подобного Не было у нас Надеюсь то что в следующий раз Такая концовка все таки будет С вами был Олег Это была игра 60 секунд Реатом Айс Надеюсь вам нравится игра Если да Обязательно ставьте лайки Не забывайте нажимать на колокольчик Это очень важно Колокольчик сейчас Самое важное что есть на ютубе Разумеется подписывайтесь И подписывайтесь в паблик контакте Ссылка в описании И в шоке канала Всем спасибо за просмотр И всем добра